привет на своем канале меня зовут елена предлагаю вашему вниманию отчет о моих продвижениях по вышивке этой милой обезьянки от компании ртон называется если б я был король это мой второй отчет по этой работе я вышивала с последнего видео неделю сейчас покажу что было вышито неделю назад и что выше то сейчас на данный момент вышита половина работы вышивала я ее 14 дней вот за 14 дней я вышила весь нижний лис что могу сказать что да я в первый раз говорила что работа не простая достаточно сложная работа но я как-то осмелилась приспособилась и даже как-то поживее все пошло но не могу сказать что это вышивка мне доставляет огромное удовольствие не знаю почему получаются красивые ниточки здесь дмс и канва здесь хорошие все вроде бы наверное все таки не мой сюжет нет особого честно говоря желания хотя я понимаю что это новогодние как бы символ года хочется конечно же вышить до нового года я уже говорила что я планирую и вышки оформить до нового года эту картинку но как-то но наверное не мою абсолютно я говорила что я на стенку на стене в своей квартире эту работу не вижу но на книжный шкаф я хочу оформить поставить работу небольшая 17 на 22 сантиметра но не знаю почему я прям себя буквально пинаю вышиваю эту работу вот не знаю вот если я ее отложу хоть на чуть-чуть не как-то я не заброшу вообще никогда до конца не выщу поэтому беру волю в кузак и буду вышивать до конца что работа такая вот отвратительная что я никому не советую нет просто наверное как и сказала не моё как видите получается достаточно красиво очень хорошо проработаны схемы даже без бэкстичи все выглядело достаточно хорошо здесь нижний лист у меня вышит уже бэкстич сложный бэкстич был вот на жабо вот здесь вот здесь на бантике конечно здесь не по клеточкам был бэкстич ну я справилась всего выше так как видите смотрится все достаточно красиво гармонично очень нравится как получается розы они даже без бэкстича и выглядит точно очень очень хорошо хорошая проработка но я не знаю что но вот но с удовольствием вышивала я все свои проекты которые у меня сейчас лежат и золотошвейку я вышиваю доставляет не огромное удовольствие процесс хотя там тоже много таких вот темных коричневых тонов много фона но как-то с таким огромным удовольствием вышиваю и хаид который начала вышивать два листа у меня уже вышита хаида я планирую в конце декабря еще повышевать и потом снять для вас отчет там тоже много серого тоже с удовольствием но вот это вот я не знаю ну я честно говоря не ожидала ни одна работа сколько я вышивала так тяжело у меня не шла и закончились ниточки закончились ниточки вот на этой планшетке 1 вот 4 ниточка вот как такой малюсенький хвостик как видите остался я его прикрепила на верхнем листе будет этот цвет присутствовать я специально посчитала сколько там клеточек нужно будет вышить крестиков этим цветом нужно будет выше 21 крестик всего буквально одну ниточку мне не хватило даже не знаю что делать либо где-то буду подбирать цвет по карте дмс посмотрю какой цвет но покупатель за 21 крестика что-то я абсолютно не буду потом посмотрю может быть я вот соседним цветом я выше принципе похоже цвета либо тем либо темы там за цель крестик они разбросаны они не компактно идут я думаю особо заметно не будет однозначно покупать не будут хочу написать на сайтер набор новый что не хватило ниточек хочу написать все таки чтобы они при следующем комплектовании набора учитывали и добавляли вышивая очень экономно не парковка я вышиваю по цветам и при таком моем экономном отшиве не не хватило нитки это очень все-таки печально до этого сколько вышивала набор того всегда ниточек хватало здесь вот эта ничка закончилась хотя остальных ниточек вроде бы пока нормально но еще выше надо будет первый верхний верхний лист он будет гораздо легче чем нижний очень много будет полукреста и как видите верхний лист там вот идет голова примерно вот это вот часть работы идет ну где-то вот от носика вот обезьянки идет и вот сережки вот вышиты и вот верхняя часть идут цветы глаза нос и много-много будет фона и верхний лист ну по крайней мере так думаю что вышиваться будет гораздо легче и быстрее планировала я где-то до 20 числа вообще все выше чтобы успеть отдать багетку оформить хочу такую золотистую нарядную рамочку но я думаю что до 20 я абсолютно не вышью сегодня 14 и если даже я вышла и вышлю за там 10 дней самая быстро то то числа там ногу 25 26 естественно багетная мастерская накануне праздника мне так быстро уже ничего не оформить поэтому придется где-то какую-то рамочку простую первоначально на самой искать оформлять а потом уже когда будет выше то еще какая-то работа потом две повезу наверное багет на мастерскую ну вот такие мои планы хотя получается красиво я вижу что красиво нравится в общем то всем моим и сыновьям и муж нравится работа получается очень здорово и вот опять я как будто так вот такой вот и сильная мордочка улыбается но как я сказала что как-то вот очень она мне тяжело идет нет меня это не сильно радует хотя будет работа очень своеобразная интересная красивая поэтому насчет того вышиватель вам или нет решайте сами работаете сложные девушка мне написала которая вышивает девочку обезьянку особо склонной к романтике акации то работа тоже она говорит что вышивать достаточно сложно поэтому нужно настраиваться на то что работа будет непростые несмотря на то что они маленькие где-то 120 клестиков на 150 там с копеечками и вышиваются они достаточно трудно на мой взгляд трудно нами я так думаю что это вера самая трудная работа которую я вышивала и может быть опять таки потому что не моё когда вот на мне тяжело идет или действительно такая трудная работа вот сколько у меня вы что картин если кто-то давно подписанному на мои на мой канал видео что я вышивала да но вот это наверное по сложности для меня самая сложная работа ну вот на этом все извините опять-таки немножко поворачала наргиз сказала что я переняла у нее наргиз спасибо за ворчание которое ты именно прокатывала огромное тебе приветствую смотришь это видео вам всем всего доброго спасибо за внимание пока-пока